Новейшие продукты в сфере цифровых и интеллектуальных технологий представили в рамках международного форума «Казан Digital Week». Мы очень много внимания уделяем цифровизации, а цифровизация — это люди, это кадры. Ректор Казанского федерального университета обсудил перспективы сотрудничества с генеральным директором Минского тракторного завода. Новая разработка ученых Центра мирового уровня создаст программный комплекс для моделирования нефтевытеснения. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Вадим Выборнов. Студенты КФУ стали обладателями специальной стипендии президента Республики Татарстан. Размер ежемесячных выплат составит 7 тысяч рублей. Стипендиантами стали победители и призеры Всероссийских Олимпиад школьников и выпускники, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ. Также стипендию получили победители и призеры чемпионатов по стандартам WorldSkills и Abilipix. С 21 по 24 сентября в Казани проходит международный форум «Казан Digital Week 2021». Участниками мероприятия стали работники сферы цифровых и интеллектуальных технологий, студенты и сотрудники Казанского федерального университета. Подробности в следующем сюжете. Казан Digital Week – это международный форум, направленный на коммуникацию разработчиков и пользователей цифровых технологий, а также презентацию инновационных проектов в сфере диджитал-разработок. В этом году форум проходит в смешанном формате. Площадкой для презентации проектов был выбран выставочный комплекс «Казань-Экспо». Помимо торжественного открытия форума Digital Week, в выставочном комплексе стартовал отраслевой чемпионат в сфере инновационных технологий Digital Skills 2021. Мы очень много внимания уделяем цифровизации, а цифровизация – это люди, это кадры. Можно все построить, все купить, но людей надо готовить. Во время подготовки форума состоялось заседание правительства Республики Татарстан по цифровизации промышленности с участием президента Республики Татарстан Рустама Мениханова, премьер-министра Алексея Песошина, а также ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. В рамках форума организаторы устраивают технические визиты на главные промышленные площадки города Казани. Участники и спикеры во время форума посетят Иннополис, IT-парк, Казанский вертолетный завод, предприятия «Метроэлектротранс» и Казанские университеты, среди которых есть и Казанский федеральный университет. Площадкой для технического визита в КФУ был выбран Центр цифровых трансформаций. Центр цифровых трансформаций занимается всем, что связано с цифровизацией, и форум как раз посвящен этой тематике. Нами рассматривалась, или как бы не рассматривалась, была представлена тематика цифровизации в образовании. Во время технического визита спикеры и участники форума ознакомились с разработками Центра цифровых трансформаций и узнали о работе студенческого и молодежного конструкторских бюро. Помимо этого, со своими докладами выступили директор Центра цифровых трансформаций Дмитрий Чекрин и его заместитель Петр Кокунин. Представители КФУ рассказали участникам форума о разработках в сфере беспилотных транспортных средств. Форум «Казан Диджитал Уик» продлится до 24 сентября. Чтобы посетить выставочный центр или посмотреть прямую трансляцию с форума, нужно зарегистрироваться на сайте kazandigitalweek.com. За новостями проекта также можно следить на их официальном YouTube-канале. Роберт Хасанов, Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. В главном здании Казанского федерального университета состоялась встреча ректора Ильшата Гафурова с генеральным директором Минского тракторного завода Виталием Вовком. В рамках рабочей встречи Ильшат Гафуров и Виталий Вовк обсудили дальнейшее сотрудничество. На текущий момент обе стороны имеют возможность совместными усилиями запустить проект по комплексной автоматизации ряда моделей тракторов. Что мы хотим вообще получить от этого проекта? То есть мы в подобном проекте выполняем не в первый день. Существуют следующие возможные варианты развития сотрудничества. То есть первый вариант, но как он был начинаем обязательный, это совместное выставление отработанного оборудования на различных выставках. Также одним из важных составляющих сотрудничества является совместное участие в грантовых программах как Российской Федерации, так и Республике Беларусь. И последнее – это начало выпуска изделий. Российская Федерация, наверное, может слышать, есть так называемое установление номер 218 правительства Российской Федерации, который мотивирует интеграцию промышленных компаний и рабочих исследовательских либо высших учетных заведений. Мы выиграли один из таких проектов. Генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк подчеркнул готовность к сотрудничеству и отметил, что совместными усилиями удастся создать ту платформу, которая позволит в дальнейшем работать на результат. Мы готовы создать совместную рабочую группу. У нас есть тоже научный центр. Создать какие-то совместные работы, обозначить. Мы готовы участвовать во всех программах, чтобы получить действительно деньги на развитие. Встреча прошла продуктивно для обеих сторон. Перспективы сотрудничества обсуждаются. Джимми Небаева, Хафиз Гараев, Универ Ньюс. Ученые научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» разработали программный комплекс для моделирования нефтевытеснения. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Настоящее исследование продолжает цикл работ, посвященных изучению особенностей вытеснения. В рамках исследования был разработан целый программный комплекс, который позволяет проводить фильтрационный эксперимент в цифровых моделях пористых сред. Также ученым НСМУ был разработан алгоритм, который позволяет генерировать цифровые модели пористых сред с заданными характеристиками анизотропии. Работа носит прикладное значение. В работе были построены, к примеру, карты эффективности нефтевытеснения для различных средств различной анизотропии порового пространства. А также был определён наиболее эффективный режим нефтевытеснения в координатах межпаза натяжения и крыльевого курсмачивания. В дальнейшем мы планируем усовершенствовать наш программный алгоритм с точки зрения учёта влияния статической динамической адсорбции. Исследование полностью проводилось на компьютере в виде численного моделирования. Результаты работ были опубликованы в Journal of Petroleum Science and Engineering. Елизавета Никитина, Универньюз. В библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялся отборочный этап республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий», который был организован аппаратом президента Республики Татарстан. Пакет заданий для конкурса подготовил Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ. Приходили люди из бизнеса и через полгода вздувались, как футбольный мяч, попавший на какой-то гвозди. Приходили ко мне, опустив голову и говорили, я думал, что здесь не так. Я думал, что вы сидите все на деньгах и раздавались, кому да, кому не да. На самом деле, та служба, которую вы сегодня здесь представляете, и та работа, которую вы делаете, она заслуживает очень большого уважения. В Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского университета прошло совещание по обмену опытом проведения молодежных мероприятий антикоррупционной направленности в вузах. Подробности далее. В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией в вузах Татарстана проводятся мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к подкупу. На совещании в зале попечительского совета Казанского университета были обозначены проблемы, возникающие в образовательных учреждениях. Существует целый бизнес, теневой бизнес, наверное, бизнес, который направлен в первую очередь на подрыв системы обозначения, продажи дипломов. Определённые заказы достаются родственникам, вдвоём, братьям, сёстрам, иногда и родным на выполнение каких-то работ, например, распечатывание методических рекомендаций, поставление какой-то печатной продукции в высшие учебные заведения. Важную роль в предотвращении коррупционных прецедентов играет информирование всех слоёв населения, начиная со школьной скамьи. Студенты, как наиболее социально активная группа, были приглашены к диалогу с представителями вузов и администрацией республики. Это Министерство безумного молодёжи, это Министерство диалога с молодёжью. И как раз студенческая антикоррупционная комиссия уже много лет доказывает о том, что есть такой инструмент коммуникации между нами, между руководством вузов по тем вопросам, которые вызывают иногда спорные моменты, иногда неинформированность, иногда недопонимание, иногда какие-то серьёзные моменты, которые мы дальше совместно разбираем. Но от вас зависит эффективность этой площадки, потому что диалог не только должен идти со стороны руководства вузов, но и со стороны вас, молодых ребят. В Казанском университете также проводятся работы по предупреждению и профилактике коррупционных проявлений. Со стороны КФУ в совещании принял участие проректор по общим вопросам Решат Гузееров. На этом всё. В студии был Вадим Выборнов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова